Тираспольский шериф не смог пройти чешскую Викторию и покинул Лигу чемпионов. Желто-черный продолжит выступление в Лиге Европы. На вчерашнем матче в Плезене был аншлаг. Наша команда, как и в первой игре, выглядела не хуже соперника, но Виктория подтвердила свое звание и одержала победу. Степан Томас сделал несколько изменений в составе. Неожиданно в запасе остался капитан команды Раделич. Вместо него место в защите занял Эвангелу. Не вышел с первых минут и нападающий Теян. Виктория забила быстрый гол уже на 10-й минуте. Красивая комбинация завершилась ударом. Розаку Абалоры не хватило совсем немного, чтобы достать до мяча. Вскоре арбитр из Израиля назначил неочевидный пенальти. Эвангелу и игрок-хозяев поля хватали друг друга. Арбитр решил наказать нашего игрока, но футболист Викторий с точки не попал в ворота. В дебюте второго тайма Шериф просто смял соперника. В штрафной сбили Уатара и Аканби, как и в первой игре, реализовал пенальти. Затем вратарь Чехов поймал Кураж и несколько раз спас команду от гола. И тут же Виктория забила снова, воспользовавшись ошибкой в обороне Шерифа. Интрига умерла, когда за вторую желтую карточку с поля удалили Эвангелу. Итог 2-1. Дальше идут чехи. Мы доминировали большую часть матча, а второй гол в наши ворота многое поменял. Это привело к итоговому результату. Но я не думаю, что команда опустит руки. Мы провели хороший матч. Все 90 минут были очень нервными в первом тайме. Мы не давали сопернику создать серьезные моменты. Но после пенальти, который они забили во втором тайме, нам стало действительно тяжело. Только когда мы вышли вперед, забив победный гол, нам стало немного легче. Виктория в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с азербайджанским Карабахом. Шериф на следующей неделе тоже отправится на Кавказ. В Лиге Европы он сразится с армянским пьюником.